МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3,1,4,1,5,9,2... Запомнить 300 знаков после запятой в числе Пи. Разве это возможно? Можно ли быть гением в 6 лет, а к 10 стать изобретателем? Здесь дело такого робота мне пришло 2 года назад. Сейчас я покажу, как он шагает. Вот. Как расширить пределы собственного мозга? То есть он не значок превратить в какой-то осмысленный 6 знак, слово. И где хранится наша память? Это мозг мыши после обучения. Мы видим популяцию нейронов, рассеянную по мозгу, которыми эта мышка обучалась. В нашем мозге около миллиона километров связи. То есть у нас упакован миллион километров в проводу. Вы можете долететь несколько раз от Земли до Луны за этот миллион километров. Это всё находится в нашем мозгу. Каким образом мозг, обладающий таким количеством возможных комбинаций, за считанные доли секунды извлекает ровно то, что ему нужно, необходимые знания, факты, навыки и так далее. На это способен никакой из существующих компьютеров, и долгое время ещё не будет способен. Системы поиска совершенно другие. Это не база данных, это джунгли. И тем не менее в этих джунглях мы находим то, кто есть мы. В этой, на первый взгляд, обычной московской школе учатся совсем необычные дети. На базе гимназии номер 1569 уже больше 20 лет проходят всесторонние исследования феномена выдающихся способностей человека. Существует такая проблема психологическая, что одарённые дети не реализуют полностью свой талант в той существующей системе образования, рассчитанной на среднего ученика. Нам пришлось разрабатывать и методы диагностики, и методы обучения, и одновременно наши разработки внедрялись в школьное обучение как эксперимент. Поиграем в игру с вами? Да. Они даже не знают, что сдают первый в жизни экзамен. Магда, что общее, макароны и печенье? Макароны – это не десерт, а печенье – это относится к десерту. А общее что? Не различие, а общее? Общее. Что такое, ну и то же можно сказать? Стружка – это что-то такое, что похоже на… на что похоже? На пружину. На пружину, Таня. Артём? На закорючку. За закорючку. Петя? На скрученную змею блоскую. На скрученную змею. Луна и солнце. Что между ними общим? Что такое одинаковое, можно сказать? Андрей? Я? Да. Это оба небесные тела. Ага. Замечательно. Для будущих первоклассников школы-лаборатории эти творческие задания – игра, а для психологов – способ открыть их скрытые способности. Здесь, прежде всего, творческое мышление ребёнка, нестандартное мышление, способность выдвигать какие-то идеи. Мы, прежде всего, самостоятельно не выучены, а именно то, что ребёнок может предложить сам. Это очень важно. В свои шесть лет Кира знает, кажется, всё о кошелотах и мечтает полететь на Луну. Мы с папой книгу читали космическую, и там было написано, что на Луне есть такие моря, но там не вода. Их просто так называют. Кроме астрономии, ей легко даётся решение сложных пространственных задач. Ну, молодец. Легко. Легко, да? Давай. А семилетнему Пете нравится задание на логику. Вот здесь у нас разные предметы нарисованы, один из них лишний, не подходит к остальным. Потому что это обувь, а это головной убор. А вот здесь у нас ещё одна картиночка есть. Потому что это всё измеряет время, а это нет. В основе всех этих способностей – память. Она – неотъемлемая составляющая интеллекта. В лаборатории механизмов и технологий памяти память изучают на примере, казалось бы, не самых умных существ. Но эти цыплята – идеальные подопытные. У птенцов в возрасте 24 часов воспоминаний ещё нет. А тяга к знаниям сильна, как никогда. Потому что он познаёт мир, а самое главное для него – узнать, что опасно и что безопасно. Что можно смело клюнуть, что будет горьким, что будет нишъедобным. После чего у него будет болеть живот. Он учится для будущей жизни. Ведь в первые дни очень активно. Поэтому его мозг открыт для обучения. Для обучения в лаборатории используют основной инстинкт маленьких птиц – клевать всё, что не попадя. Это просто сухая бусинка. Если я обмакну бусинку в жгучее вещество и дам им клюнуть, они её тоже клюнут. Смотрите. Но поскольку это жгучее вещество, то реакция их совсем другая. Они трясут головами, закрывают глаза. Эта бусинка им не понравилась. Теперь они запомнят её на всю свою оставшуюся жизнь. И если они ещё раз увидят такую же бусинку, но сухую, они не будут её клевать. Этот первый в жизни неприятный опыт, необходимый для выживания, отложился в мозге цыплёнка. Но что при этом произошло с самим мозгом? Раньше нейрофизиологи полагали, что основная деятельность нервной системы – передача информации в виде электрических импульсов, суммирующихся на поверхности нейронов. Но в конце 80-х годов 20-го века отечественные учёные открыли молекулярные основы работы мозга. Идея химического кода памяти заключалась в том, что помимо таких процессов, происходящих на клетке, как в электрическом сматоре событий, клетка способна получать сигналы, которые достигают её ядра. И эти сигналы потом влияют на клетку, перепрограммируя её положение в сети. Появляется новая сеть. И оказалось, что геном – это не пассивный наблюдатель за тем, что происходит на мембране клетки, а он и образует одно из фундаментальных свойств нашей памяти – способность надолго запоминать индивидуальные события. Волна электрических импульсов, пробежавшая по мозгу, достигла ядра нейрона. Ядро дало команду на образование новых нейрональных связей, которые искуют отдельные нейроны в единую сеть. Именно эти связи – синапсы – и есть каркас воспоминания. И для построения каркаса требуется материал – белки. Их выработка, то есть экспрессия, проходит в два этапа. Первый начинается в мозге уже спустя несколько минут. А теперь мы возьмём этого цыплёнка и вколем ему в мозг блокатор синтеза белка. Я делаю ему две инъекции в каждое полушарие. Это антибиотик, который препятствует синтеза белка в мозге и нарушает формирование долговременного памяти. Сделанный сразу после обучения этот укол будет действовать полчаса. Он сотрёт из памяти птицы весь недавний опыт, так и не дав ему занять своё постоянное место в мозге цыплёнка. За это время из-за блокады синтеза белка он забыл о своём негативном опыте. И опять охотно клюёт эту бусинку. Если бы мы не вкололи ему блокатор синтеза белка, реакция была бы совсем другая. Другая, как у соседа по контейнеру. Он клевать не собирается. Научившись блокировать память ещё в начале 90-х, учёные не останавливают исследования. Экспериментально они пытаются найти лекарства не от, а для памяти, провоцируя всплеск выработки белков. Вокруг этого вопроса, можно ли химически регулировать память человека, ведётся масса дискуссий. Потому что если вы представите, что через некоторое время появятся некие таблетки, которые вы как витамины будете принимать с утра, перед тем, как отправляетесь на работу, а кто-то будет, а кто-то не будет, то люди окажутся, во-первых, в очень разных условиях. Ребёнок, который принимает, или родители дают ему эти витамины памяти, перед занятиями будет лучше успевать, а другой не будет успевать. Психологи уже давно подметили – талантливый человек талантлив не во всём. На междисциплинарных уроках, которые и отличают эту школу от любой другой, каждому ребёнку особый подход. Конечно, все дети одарены, и вообще все люди одарены, но все очень по-разному одарены. Дети, которые интересуются многим, они могут в чём-то и отставать в том же письме, в чтении. Не обязательно они должны во всех областях показывать высокие результаты. Такая творческая среда, как считают психологи, стимулирует интерес к познанию. И даже истории древнего мира в третьем классе – не просто архаичные сведения, а самостоятельное исследование. Удалось ли вам доказать гипотезу влияния окружающей среды на культуру? Да. Удалось, да? В пустыне они Бога даже представляют, как солнце. Такой подход к обучению приносит свои плоды. Среди выпускников гимназии – кандидаты наук, а среди учащихся – настоящие изобретатели. Это робот, который, как вы видите, на восьми ногах. Идея сделать такого робота мне пришла два года назад. Сейчас я покажу, как он шагает. Он может ходить вперёд, назад, он может вращать камерой. Все детали своего творения, кроме камеры и радиоуправления, Саша сделал самостоятельно. Магниты, катушки, электрополя, физика за восьмой класс. Для одиннадцатилетнего Саши уже пройденный материал. И пройденный на собственном опыте. Раньше я вообще не знал, что такое двигатель. Я на двигатель смотрела, как на коробку просто, из которой выходит вал, который крутится. И не понимал. Мне вот самому очень интересно стало. Десятилетняя Аглая, одноклассница Саши, не техник. Скорее, естествоиспытатель. Ну, я иногда жаловалась, что у меня очень там мало времени остаётся. Но, не знаю, теперь я думаю уже, что я занятой человек. Она уже изобрела систему автоматического полива и даже придумала, как оптимизировать работу метро. Идеи для проектов она черпает вокруг. Обледеневшее дерево и то может стать основой для очередного изобретения. Мы сделали с папой вместе армированный лёд. Ну, или лёд растительный, армированный растительными материалами. Он гораздо крепче, чем обычный лёд, потому что, ну, по аналогии с бетоном и железобетоном. Его можно использовать для строения ледяных отелей, для переправы на зимниках, ну, вот, укрепление переправ. Заставлять учиться этих детей не приходится. Тяга к познанию – их главный и естественный талант. Но гениями, тем не менее, их здесь никто называть не торопится. Гениями вообще малышей называть в принципе неправильно. С научной точки зрения гения – это вообще высший уровень. Гениями называем мы людей состоявшихся. Одарённость – она потенциальная. У детей она потенциальная. То есть есть как бы багаж, есть потенциал, который мы считаем, что может, да, превратиться в нечто прекрасное. Видов памяти множество. Мышиный мозг по строению отличается от человеческого. Но молекулярные и химические процессы те же. Открыв белковую основу воспоминаний, нейрофизиологи поставили себе новую цель – локализовать зоны мозга, ответственные за хранение конкретного вида памяти. Мышь мы будем помещать в специальную камеру для выработки условно-рефлекторного замирания. В камере есть электродный пол и устройства, которые подают в определённое время звуковые или световые стимулы. С помощью видеокамеры учёные могут следить за животным во время эксперимента. А специальная программа регистрирует активность мыши. В начале эксперимента животные должны обследовать камеру, которая является для животных новой и незнакомой. Они здесь ни разу не были для того, чтобы обследовать новую для себя обстановку. И в процессе этого животное запоминает эту камеру. Но это двухминутное знакомство вряд ли перейдёт в долговременную память животного. Для этого нужны куда менее стандартные условия. Через несколько секунд включится звук. И сейчас будет удар током. После этого кривая активности животного резко снижается. Мышь замирает. В дальнейшем, если через несколько дней или недель поместить животное в эту же камеру или предъявить где-нибудь такой же звук, животное будет бояться. То есть таким образом мы можем видеть, что память долговременная действительно у животного есть. Вырабатывается сразу два типа памяти. Одна – это пространственная об обстановке. И другая – память о сигнале. Они немножко отличаются и зависят в мозге от разных структур. И таким образом с помощью этого теста мы можем обращаться к обеим формам памяти. Память не хранится в одном месте. Активные структуры располагаются по всему мозгу. Пытаясь найти следы памяти, так ученые называют образованные при обучении генами-белками нейронные сети, нейрофизиологи рассчитывают отыскать и точное расположение каждого вида воспоминаний. Память – это свойство огромной сети нейронных. На самом деле мы учимся играть, например, на фортепиано или ездить на велосипеде или на автомобиле совсем другим набором структур, чем теми, которыми мы разучиваем стихи или запоминаем эпизоды нашей собственной жизни. Эти системы могут работать достаточно независимо. Когда мы обнаружили эти гены, работающие в клетках в момент запоминания, сразу появилась возможность, которую мы предложили как новый подход – делать карты памяти, то есть узнать, где какая память в мозгу закладывается, располагается. Метод флуоресцентной микроскопии позволяет изучить биологические образцы не только на клеточном, но и на молекулярном уровне. В ультрафиолетовом излучении, обработанной специальным алюминисцентным раствором, биопрепараты начинают светиться. Это белок цифоз – один из ранних генов, запускающий механизм долговременной памяти. Это мозг мыши после обучения. Мы иммуногистокимически выявляли белки, которые накапливаются в нейронах, которые изменяют свою активность при обучении. И таким образом мы видим популяцию нейронов, рассеянную по мозгу, которыми эта мышка обучалась. В которой видны яркие точки – это активировавшиеся при обучении клетки. Даже для формирования одного воспоминания используются разные структуры мозга. Кора – совокупность анализаторов внешнего раздражения. Миндалины – ответственные за формирование эмоций страха. И гиппокамп – главное хранилище кратковременной памяти и инструмент по переводу ее в долговременную. Для оптимальной работы необходима активация всех этих структур. И тут как никогда подходит поговорка «учение свет, а не учение тьма». В мозге мышки, которая сидела в домашней клетке, мы видим ту же структуру гиппокамп. Здесь всего одна-две светящиеся клеточки, а остальные клетки молчали и не активировались. Потому что они активируются специфически в ответ на обучение или новизну. Берет ли конкретный нейрон, сработавший в новой сети воспоминания, на себя лишь одну функцию? Или он способен участвовать в других связях? Пока ученым неизвестно. Одно ясно – без постоянного использования накопленная информация постепенно теряется. До 70% нейронных связей в развивающемся мозге просто гибнут. Добрый день. Начинаем занятие по развитию памяти. Внимание. Готовьтесь. Феноменальная память не дар, а постоянная тренировка. Так считает Игорь Матюгин, основатель школы по развитию сверхспособности человека. У меня как раз была плохая память. Я пытался ее развивать. Следовал советам отца. Он говорил, подходи к контурной карте, каждый день запоминай про 5-10 новых городов. И память будет развиваться. Я подходил, запоминал, но, к сожалению, забывал старые. Я понял, что просто так память не разовьешь. И стал интересоваться различными методиками. Еще в 1959 году американский психолог Джордж Миллер открыл удивительную закономерность. Рабочая память среднестатистического человека может удерживать одновременно от 5 до 9 единиц информации. Не больше. Так, запоминай. Дело в том, что наше восприятие так устроено, когда мы смотрим на 5, 6, 7 значок, первое уже вытесняется, забывается. Нужны какие-то приемы, чтобы это удержать в активном восприятии. Чтобы запомнить 20 случайных знаков, у Игоря Матюгина всего 15 секунд. Сможет ли он безошибочно воспроизвести увиденное? Логически эту последовательность запомнить невозможно. Ведь логики в расстановке знаков нет, а механическое заучивание потребует силы времени. 16, так, 17, вверх, 18, вниз. Все правильно. Значит, я продемонстрировал, как запомнить сложную графическую информацию. Ее сложность в том, что здесь нет таких каких-то смысловых ассоциаций. Но я уже специалист, я знаю, как механическое запоминание превратить осмысленное. То есть все умеет значок превратить в какой-то осмысленный жест, знак, слово. И эта мнемотехника позволяет переводить информацию из кратковременной памяти в долгое время. Метод ассоциативной памяти, которому учат на этих занятиях, был известен еще в Древнем Риме. Знаменитый оратор Цицерон таким образом добился феноменального мастерства в запоминании речей. С тех пор этот прием называют комнатой Цицерона. Мнемонист может придумать виртуальную комнату, подобную этой, а может использовать окружающее его пространство. Я приготовил для вас табличку. Здесь очень много значков. Я вам называю значок, а вы представляете, куда бы вы в этой комнате привязали его. Связать воедино новый символ и уже знакомый предмет – вот и весь фокус быстрого запоминания. Дальше забор. Мы можем, в конце концов, к этой доске. Баскетбол. Ну, тут мяч, да? Буква «П», дверной проем. И последняя девочка. Теперь, просто оглядываясь вокруг, ученики без труда смогут назвать все картинки. Корабль, стрелок, баскетболист, сказали, еще два значка. А, букву «П»? Так, все девочки. Раньше для 20-летнего Дмитрия Назаренко запомнить имя или номер телефона уже было сложной задачей. Но после двух месяцев занятий он замахнулся на число «П». «П» – самое загадочное число математики. Открытое еще в античности и выражающее отношение длины любой окружности к ее же диаметру – это константа постоянно, но бесконечно. На данный момент число «П» просчитано до триллионных знаков десятичной части. Из них Дмитрий решил запомнить 300 цифр после запятой. Каждый пятый десяток. Из него у меня примерно 4 часа. Ну и вот результат. Соответственно, 3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,5,8,2,0,9,7,4,9,4,4,8. Вы можете проследить, как безошибочно Дмитрий называет однообразные ряды цифр. Третий десяток. 6,5,1. Четвертый. 4,8,1,1,1,7,4,5,0. Пятый. 2,4,4. А на шестом промахивается. 5,8,6,6,9,2. Вот оно. 5,8,6 вместо 8,5,6. За следующие 7 минут именно столько заняло перечисление оставшихся чисел. Он ошибается еще только раз. 1,0,0,0,0. И опять Дмитрий был совсем недалек от истины. 8,1,5,5,7,0,6,7,4. И последние три цифры это 9,8,3. 300 единиц информации и всего две ошибки. Он способен воспроизвести этот ряд в обратном порядке и даже назвать отдельную цифру. Например, 57-ю по счету. Сейчас попробую. 6. Или 139-ю. 0. Этот однообразный ряд данных Дмитрий расположил в своей воображаемой комнате, где у каждого из 100 объектов есть своя тройка чисел. Ну давайте начнем с самых первых цифр 1,4,1. В моей комнате это флейта. Я перевожу цифры в буквы. Цифры буквы не код, есть такая методика. Получается 1,4,1,N,4,N. Ну и легко я представляю себе, что начальные ноты в каком-то произведении играются на флейте. N,C,N. Начальные ноты. И эти три буквы у меня остаются в голове. Как только я представляю себе флейт, у меня всплывает N,C,N. Я перевожу обратно в цифры. Как будущему биологу, знание числа Пи Дмитрию вряд ли пригодится. Другое дело, химические формулы. И тренированная память недавно помогла студенту сдать сложный экзамен. Для экзамена требовалось запомнить структуры порядка 30 аминокислот. Привязав их к комнатам, я запомнил сами аминокислоты, их названия и несколько их параметров. Ученые предполагают, что белковые связи в мозге мнемонистов практически не разрушаются от постоянного обращения, задействуя при этом разные зоны мозга. А новая информация просто достраивается к уже существующим звеньям. И может быть именно это избыточное количество связей и в других областях мозга и позволяет людям иметь уникальную ассоциативную память. Чем больше вы что-то с чем-то можете связать, тем лучше вы запоминаете. Люди, у которых развиты свойства сианестезии и большого количества ассоциаций, видимо, способны, пользуясь таким приемом, укладывать это сразу же связями между сотнями разных элементов и легко извлекать это. Интеллект – не что иное, как способность к познанию и решению возникающих проблем. Возможности человеческого мозга основаны на памяти. Она – залог умственной одаренности. Ученые открыли белковую составляющую памяти и уже научились блокировать сложнейший процесс – запоминание. Но, тем не менее, до сих пор не могут восстановить утраченные связи. Поиск нужных данных и их извлечения и сейчас остаются в области предположений. Возможно, человеческий мозг настолько совершенен, что разгадать его не представляется возможным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова